Суммируя, можно искать работу, будучи вне Новой Зеландии, и можно также успешно искать работу, находясь в Зеландии. Естественно, зависит от региона, зависит от области, сферы деятельности. Наверное, чем техничнее работа, тем сложнее, чем выше по квалификации, наверное, сложнее. Как правило, новозеландцы требуют местного опыта работы. Его, как правило, у мигрантов не бывает. Но есть компании, которые на это закрывают глаза и дают шанс иммигрантам. И я один из таких людей, которому кивийская компания в свое время дала шанс видеть, во что это вылилось. А возрастные ограничения есть? Возрастных ограничений по рабочим визам текущим нет. Я слышал о том, что они хотят ввести по Accredited Employee Work Visa, которая начнется 4-го. Но если оно будет, это будет 55-56 лет. Этот возрастной предел был известен и сейчас известен для резидентских виз. По рабочим визам на моей практике его никогда не было. Введут его или нет, посмотрим 4 июля. Но это 50-56 лет, насколько я понимаю. Вообще, какой процесс подачи документов на рабочую визу? Ну, так, как сказать, коротко в двух словах. Сам процесс вот этот. Насколько он вообще сложный и что за чем идет? Если говорить о том, насколько он сложный, ну, мне не сложный. Нам, мы сталкиваемся с этим ежедневно, еженедельно. Процесс достаточно знаком. Мне думается, что процесс в новой системе упростился. Потому что заявителю больше не нужно беспокоиться о том, хорошая компания или нет. Примет ее миграционная служба или нет. И есть ли на эту работу местные или нет. Потому что, помните, первые два шага делает работодатель. И если этот работодатель предоставляет этот номерок заветный кандидату, это в принципе значит, что компания уже прошла аккредитацию. Потому что есть обязанность это сделать. Я сегодня подал на одну из строительных компаний заявление на такую аккредитацию. Они открылись 26 мая. Процесс на аккредитацию. В новой системе процесс упростился. Я бы сказал даже значительно. Поэтому важно собрать документы. Идентификационные. Полицейскую справку. Медицинский документ. Есть аккредитованные врачи, которые могут провести медосмотр. На сайте миграционной службы можно найти адреса таких врачей. И они, проведя медосмотр, вносят информацию в систему. И она попадает сразу напрямую в миграционную службу. Когда человек подает заявление, происходит связь в системе. Это медицинских данных, которые уже пришли в систему. И они прикрепляются к этому заявлению. Итак, это идентификационные документы, полицейские документы, медицинская справка. Естественно, нужно доказывать свой опыт работы. Либо предоставлять диплом какого-либо подходящего уровня для соответствующей работы. Нужно иметь, естественно, этот номерок. Job check number. И нужно иметь соответствующий правилам договор. Когда происходит аккредитация, компанию не проверяют на наличие договора. Наличие договора или качество договора, трудового договора я имею в виду. Потому что есть минимальные требования закона, которые обязывают всех работодателей вносить определенные минимальные права в такие договора. Они проверяются, вот эти трудовые договора проверяются на стадии как раз таки заявления. Третьего шага. Да, это в принципе 595 долларов стоит само заявление. Не включая наши услуги, если есть необходимость. Миграция рассматривает заявление. Как правило, это занимало... Мой рекорд был, наверное, 4 дня, когда еще Москва работала. Теперь они могут занимать 2-3 месяца. Было и 6 месяцев. Сейчас у меня есть рабочая виза, заявление, которое уже длится, по-моему, мая или июня 2021 года. Человек ко мне пришел только... Да, достаточно долго. Человек ко мне пришел только в феврале. То есть до этого у него был другой советник. Сроки могут быть немаленькими. Посмотрим, как миграция будет справляться с наплывом новых заявлений и принимать этого внимания. Еще можно указать на необходимость доказывания опыта. Как правило, имеют необходимость предоставлять определенные документы, которые показывают наличие опыта работы. Пару шагов назад, чтобы доказать, чтобы получить право работать в Новой Зеландии, необходимо показать либо опыт работы, либо квалификацию. Какой опыт работы должен быть или какая квалификация должна быть? Показывает определенный список, называется ANZ-SEO. Стандарт, австралийско-новозеландский стандарт всех. На русском, наверное, называется классификатор работ. Там есть минимальные ключевые обязанности по многим профессиям и квалификационные требования к нему. Например, нужно, чтобы установщик гипсокартона знал раз, два, три, четыре, пять, имел минимум образования третьего, седьмого уровня, либо трехлетний опыт работы. Вот миграция смотрит на этот список, чтобы определить, подходит человек для работы, например, установщика гипсокартона или нет. Поэтому людям необходимо показывать либо строительный диплом, либо опыт работы трехлетней. Они, в принципе, взаимозаменяемы, либо, либо, либо. Но необходимо, если, например, нету квалификации, как правило, у людей ее не бывает, она больше имеет опыта работы. Вот здесь бывают свои трудности и нужно, бывает, доказывать через определенные документы. Миграция очень часто, можно сказать, практически всегда теперь просит документ, например, с пенсионного фонда, чтобы посмотреть, действительно ли работал человек в этой организации. Это один из документов, который требуется, например. Они могут также запросить документы с налогового органа. Там свои подводные камни возникают, потому что компании, как правило, ведут разные виды деятельности. Например, продажа, компания по продажам занимается строительными делами, но не указала это в классификаторе или в лицензии у себя, когда они регистрировались в налоговых органах. Это само по себе тоже может вызвать определенные вопросы у миграции, потому что миграции очень скептически относятся к определенным классам заявителей. У них были прецеденты, где неточную информацию предоставляли, поэтому они очень щепетильно и детально проверяют опыт работы. Томирас, есть ли сейчас ограничения по рабочим визам для граждан Российской Федерации? Что-то поменялось? Я думаю о том, как ответить на вопрос. Смотрите, если брать людей, которые присутствуют здесь, в Новой Зеландии, на мой прямой вопрос миграционная служба ответила. Один из менеджеров миграционной службы ответил. У нас нет никаких внутренних инструкций, формальных или неформальных, которые бы каким-либо образом ограничивали права российских граждан в получении рабочих виз. То есть это официальный ответ мне пришел на мой запрос. На мой официальный вопрос пришел официальный ответ. Я не могу сказать ничего о тех, кто будет подаваться из-за границы. Я надеюсь, что нет. Время покажет. Томирас, что вы можете посоветовать тем, кто хочет поехать в Новую Зеландию с точки зрения планирования? Я приведу живой пример. Опять же, один из моих клиентов, который сейчас находится в России. Этот человек где-то два с половиной года назад, то есть до ковидной времена, он был здесь. Он химик, но был студентом. Работал в строительной организации, с которой я тесно сотрудничаю. Он очень понравился хозяину фирмы, и мы пробовали рассмотреть разные варианты его пребывания в Новой Зеландии на тот момент. Потому что у него не было профильного образования и не было профильного опыта работы, мы не могли податься ни на одну из рабочих виз. Поэтому разработали план действий. И план действий заключается в следующем. Этот человек возвращается обратно на родину, находит профильную работу. Здесь мы говорим об установке гипсокартона. Здесь, в Новой Зеландии, это отдельная профессия. Например, маляр штукатур в России. Это одна профессия. Здесь это две профессии. Поэтому нужно быть очень внимательным. Вот этот человек нашел работу в строительной компании и уже набрал на данный момент времени, набрал около двух лет, по-моему, восьми месяцев приблизительно. Еще немного осталось до трех лет. И его опыт работы, наш совет ему был, когда он найдет эту компанию, чтобы он регулярно проверял свои пенсионные данные. Чтобы убедиться в том, что эта компания отчисляет эти сборы. И само по себе этот факт будет показывать на то, что этот человек работал в этой компании. То есть это доказательственный аспект. Мы с ним поддерживаем периодичную, периодическую связь. Хозяин фирмы часто меня спрашивает о том, как дела идут у этого человека. Обмениваемся данными о том, как и что. Думаю, к сентябрю как раз. Нужно будет уточнить, возможно, к августу, возможно, к сентябрю. У него наберется трехлетний опыт. И у него будет возможность подаваться. Вот будет один из тестовых кейсов, наверное, в постковидное время и после открытия границ. Официального открытия границ. С точки зрения планирования, мне кажется, мне видится, что это один из идеальнейших моментов путей, когда человек не имеет ни квалификации, профильной квалификации, ни образования, но имеет целеустремленность. Он единственный за мои, наверное, 19 лет пребывания в Новой Зеландии, который задался целью и реализует ее. Мне очень приятно видеть таких людей, которые видят цель и идут к ней. Поэтому моя рекомендация была бы, если есть российское образование, если есть образование с той страны, в которой человек живет, либо опыт работы по тому направлению, который человек хочет применить в Новой Зеландии. Нужно использовать это. И, конечно, образование здесь может помочь с английским языком, с контактами, но часто люди переплачивают за образование здесь, когда у них уже есть достаточно много накопленного опыта и знаний, формальных знаний, я имею в виду квалификации, которые можно было бы относительно легко использовать здесь. Квалификации, наверное, нужно подтверждать, но процесс подтверждения, он тоже несложный. Мы можем помочь, либо человек может это сам сделать. Это относительно простая процедура. И моя рекомендация, используйте то, что у вас есть. Обратитесь к специалисту, чтобы проанализировал вашу ситуацию в отношении той работы, которую вы хотите делать в Новой Зеландии. И на основании этого совета делайте следующий шаг. Нужно ли вам прилетать сюда сначала на студенческую визу, потом в университет идти, а потом искать работу. Либо можно попробовать найти работу, используя свой опыт накопленный и квалификацию накопленную в стране проживания. Мне кажется, это самый оптимальный путь. Одна из наших услуг как раз таки в этом и заключается. Мы проводим полторачасовые консультации с клиентами. Рассматриваем всю их профессиональную подноготную и смотрим, как можно было бы это максимально использовать для разного рода виз. Обычно человек начинает с рабочей визы и потом идет к резидентской визе. Наш совет, наша консультация обычно включает в себя оба аспекта, потому что мы знаем, почему люди сюда приходят. Они хотят резидентства. Поэтому мы сразу смотрим на то, какие опции бывают в резидентстве и готовим рабочие заявления для того, чтобы можно было уже использовать эти документы в будущем для резидентской визы. У нас есть успешный опыт такого комплексного подхода. Мне он очень нравится, потому что показывает человеку шаги на 2-3-4 года вперед. В общем, все, кто нас сейчас смотрит, кого это заинтересовало, а я думаю, Новая Зеландия интересует многих, обращайтесь к нам. Мы вас свяжем с нашим юристом и будете идти поэтапно к своей цели. Темра, с вами спасибо большое. Все рассказали очень детально, интересно, понятно. Я думаю, мы сейчас с вами встретимся и обсудим еще какую-нибудь актуальную интересную тему. Благодарю вас. Благодарю, всегда рада помочь. До свидания.